Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аля, и сегодня мы с вами поговорим о трендах. Покажу вам образы, которые я буду носить этой зимой, этой осенью. Очень давно не было такое видео на моем канале, поэтому я надеюсь, что вы его ждали и что вам будет интересно. Я, кстати говоря, выбрала только те тренды, которые сама собираюсь носить и которые, по моему мнению, наиболее носибельные и вообще в целом подходят, например, лично мне. Так, первое, о чем я хотела поговорить, это трикотаж. Мне кажется, что в этом сезоне трикотаж уже делает абсолютно всевозможные вещи, начиная от топов, заканчивая платьями, штанами, брюками, костюмами. Как вы видите, я сама сейчас в трикотажном костюме. Мне очень нравятся топы с длинными рукавами, с большими квадратными вырезами. Я себе такое еще не приобрела, но очень хочу. Видела похожие в H&M. Вообще буду ставить фотографии и примеров максимально, чтобы вы представляли, о чем я говорю. В общем, трикотаж сейчас действительно в моде, и с трикотажа можно найти абсолютно все. Но мой фаворит все-таки номер один – это трикотажные костюмы, как, например, тот, который сейчас на мне. И хочу сказать, что трикотаж очень удобно. Знаете, это что-то среднее между таким элегантным костюмом и между спортивным костюмом. То есть, с одной стороны, я выгляжу элегантно, с другой стороны, я в очень-очень комфортной для себя одежде. Следующий тренд, который, мне кажется, уже является трендом последние несколько лет – это монохромные луки, монохромные образы. Я сама сейчас в монохромном образе, и монохром, мне кажется, знаете, с ним нельзя прогадать. Мне кажется, что монохромные костюмы всегда выглядят дорого, всегда выглядят элегантно. И мои любимые все-таки – это либо бежевые и белые, либо это черные костюмы. Можно либо полностью одеться в бежевые тона, можно чуть-чуть градацию цветов разную выбрать, что-то более светлое, что-то более темное. Ну и, конечно, Total Black Look никогда не проигрывает, и в нем всегда можно выглядеть хорошо, дорого, элегантно. Главное, чтобы ваша одежда была чистой, на ней не было никаких кошачьих волос или еще чего-нибудь, потому что на черной одежде это очень видно. Убедитесь, что она постирана, выглажена, и тогда ваш образ будет выглядеть на миллион. Тренд номер два в этом сезоне – это такое пальто-рубашка. И вообще, в целом, на самом деле, в этом сезоне очень модные рубашки, особенно рубашки в большую клетку. И пальто тоже стали делать, знаете, вот под рубашку, грубо говоря. У меня у самого пальто тедди-коут такое. И мне кажется, что здесь в этом пальто вообще совмещено два тренда. С одной стороны, это рубашка-пальто, с другой стороны, это тедди-коутка, который вроде бы в этом сезоне никто не говорил, что он в тренде. Но у меня такое ощущение, что с последние несколько лет это практически стало классикой. Знаете, с появлением пальто от Макс Марре, которая просто в бич-листах у очень-очень многих любительниц красиво одеться. Поэтому для меня тедди-коут уже в какой-то мере стала классикой, в том числе, потому что все меньше и меньше носит натуральный мех. Я тоже перестала полностью носить шубы и какие-то меховые жилетки. Поэтому для меня это вот прямо маст этой зимы. Это такое плюшевое пальто плюс в трендовой форме, в форме рубашки. Следующий тренд это оверсайз. И оверсайз именно в верхней особенной одежде. То есть большие жакеты, большие пиджаки, может быть, как будто бы с мужского плеча, большие пальто. Все должно быть на несколько размеров больше, чем вы сами. Я такие образы очень люблю, потому что комфортно себя в них чувствую. Знаете, когда одежда на вас очень большая, то себя сразу же начинаешь ощущать очень маленьким. Мне кажется, что-то очень сильно выглядит. Я сейчас ношу винтажный жакет. Один бежевый, один черный. Как раз они такие полумужские, винтажные. Также пальто я стараюсь выбирать на пару размеров больше. И в целом оверсайз, ребята, как и в прошлом сезоне, как и, можно сказать, позапрошлым. Оверсайз это наше все. Следующий тренд это вот такие вот ботинки. Ботинки, которые, мне кажется, первыми сделали Ботега Венета в этом сезоне. Они очень быстро были распроданы. Похожие сапоги были у Прада. И, конечно же, масс-маркет, средний сегмент, стали очень активно повторять эти формы. И мне безумно нравятся сапоги такой формы. Знаете, это что-то между Челси и что-то между Доктор Мартинсами, такими громоздкими. И, конечно, в моде сейчас очень в тренде такая большая-большая толстая платформа. Вот прямо, чтобы она выходила за рамки вашей ноги, чтобы расширяла ногу и удлиняла ногу. Это классный тренд, но, если честно, для меня это немножечко too much. Поэтому я приобрела себе вот такие вот сапожки из Massimo Dutti. Мне кажется, что они, с одной стороны, сейчас довольно стильные, с другой стороны, не так все гиперболизировано и более приспособлено к такой уличной моде. Поэтому вот такие сапожки, чуть выше, чем щиколотка, сейчас самое то. Вообще, я сама люблю смотреть видео подобного рода перед тем, как пойти на шоппинг или перед тем, как устроить шоппинг онлайн. Потому что иногда, когда приходишь в магазин, глаза сразу же разбегаются, все хочется, все нравится. А так заранее уже знаешь, на что обращать внимание и сразу же отсеиваешь то, что уже как бы не может. Ну что, следующий тренд, он был связан с сапогами. Тренд, который мне очень понравился, это заправлять все в сапоги. Вот я смотрю на разные образы фэшн-блогеров, и я вижу везде, что если высокие сапоги, то в основном штаны заправлены в эти сапоги. Потому что скини сейчас... Я бы не сказала, что скини это классика. Если честно, скини джинсы не ношу вообще, прям от слова совсем. Я люблю прямые джинсы, но скини нет. И получается, что с такими высокими сапогами надо либо иметь очень длинные ноги, чтобы как бы штаны заканчивались так, где начинаются сапоги. У меня это не так. У меня всегда как бы штанина закрывает половину сапога. Получается, надо либо носить скини, чтобы заправить аккуратненько, либо надо носить уже расклешенные такие большие штаны, большие брюки, которые можно заправить. И выглядит, вы знаете, это очень-очень здорово. Мне поначалу надо было чуть привыкнуть, но сейчас мне кажется, я почти что все заправляю в сапоги. Особенно хорошо, если ткань более легкая, меньше мнется, потому что тогда ее чуть легче заправить. И выглядит это очень интересно. Следующий тренд, который как раз я только что обсуждала, это такие большие объемные штаны. Не совсем расклешенные, может быть, что-то среднее между прямыми и расклешенными. Такие вот объемные штаны, возможно, еще даже на низкой талии. Но хотя, если честно, к заниженной талии я пока что не готова. Хоть нам уже какое-то время это активно всем навязывают, все-таки я пока что приверженца высокой талии. И есть мои любимые джинсы из Adder Stories, которые я просто обожаю. Они такие скорее расклешенные. Вообще, в принципе, мне кажется, почти что все брюки сейчас в моем гардеробе, это так или иначе очень свободные штаны. Поэтому обратите внимание, если честно, я какое-то время назад думала, что мне они совершенно не идут. В связи с моим типажем фигуры, в связи с моим ростом. Но потом как-то раз я примерила просто свое лекало, свою модель. И после этого, мне кажется, почти что все брюки у меня очень свободные. Поэтому, если вы тоже думаете, что это не для вас, просто поищите, померяйте, повдохновляйтесь образами. Я уверена, что вы найдете свою модель, потому что эти штаны всем подходят. Главное найти свое лекало. Следующий тренд касается фактур. Это кожа. Во-первых, искусственная кожа, как в пиджаках, в жакетах, так и в пальто, так и в штанах. Я уже достаточно давно люблю кожаные штаны. В этом сезоне они, опять же, в тренде. У меня они немножко укороченные, немножко расходятся к голени. И мне как раз нравится их носить с моими новыми сапогами из Massimo Dutti. И также это все можно совместить с Total Black образом. Поэтому здесь тренд в тренде, тренд в тренде. Можно по-разному внедрять кожаные изделия в свой гардероб. Это может быть пиджак, это может быть штаны, это может быть кожаный костюм. Я очень хочу приобрести себе, пока что не нашла те, которые бы мне подошли. Это черные кожаные брюки, которые были бы длинные, закрывали почти что щиколотку и немножко расклешенные к концу. Очень мне нравится. Я видела на многих такие образы, классно выглядят. Тоже очень большой тренд. Вот кожаные пиджаки я сейчас видела в Zara такого пыльно-розового цвета, черного цвета. Вот, кстати говоря, пыльно-розовый мне не подошел, а черный я бы померила. Может быть, вы видели у меня во влоге. Так что да, обратите внимание на кожу. Обратите внимание на кожаные изделия. В них, кстати, очень комфортно зимой. Летом у них может быть немножко жарко, потому что искусственная кожа дополнительный пот вызывает. А зимой самое то, особенно штаны я одеваю на колготки и более чем тепло и комфортно. Еще одна текстура, которая сейчас в тренде, это большая клетка. В основном это пальто и большие рубашки или рубашки-пальто, которые так или иначе повторялись и на подиумах, и постоянно их можно увидеть у инфлюенсеров. И я пока себе еще не приобрела ничего большую клетку. У меня пока только маленькая и незаметная клетка. Но вот такую хочется прямо бело-зелено-черную или какую-то серо-красно-синюю. В общем, давайте повторим еще раз, все ли я перечислила. Итак, первым у нас был трикотаж. Трикотаж костюмы, майки, кофты. Одним словом, трикотаж. Пальто оверсайз, пиджаки оверсайз. Пальто-рубашка, тейди-коут. Но опять же, это, честно говоря, я так немножко добавила, потому что мне кажется, что это такая классика. Это массивные большие крупные ботинки, заправлять штаны в эти ботинки, монохромные образы, особенно черные и бежевые. Клетка, искусственная кожа, свободные штаны. Ну что, я думаю, что мы будем на этом заканчивать сегодняшнее видео. Очень надеюсь, что вам оно было интересно, полезно. Еще раз повторюсь, что я постаралась собрать какие-то самые базовые тренды, которые легко внедрить в свою повседневную жизнь. Поэтому, если вы будете смотреть какие-то другие списки, каких-то других блогеров, возможно, вы услышите еще про какие-то тренды. Но опять же, это такой мой список трендов, которые я предпочитаю внедрять и носить в свою повседневную жизнь. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok